В эфире прогноз погоды и я, Антонина Проценко. Здравствуйте! 7 июня обязательно гадали о погоде. Если утром было много росы, то день должен был быть солнечным да ясным. Чуть позже я поделюсь с вами знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Олексине плюс 6, плюс 17, в Эфремове плюс 6, плюс 18, в Белеве плюс 6, плюс 18, в Новомосковске плюс 5, плюс 17. По прогнозам 7 июня температура в Туле будет колебаться от плюс 5 до плюс 18 градусов по Цельсию. Переменная облачность. Влажность воздуха составит 32-42%. Ветер западный до 5 метров в секунду. Возможно, небольшие возмущения. Следите за здоровьем. 7 июня в огороде было много дел. Высаживали капусту и черенки. Молодые побеги укрывали, так как возможно были... На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и здоровы. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время. Сегодня, когда страна демонстрирует мощь, выступает гарантом мира и спокойствия. Когда огромные силы брошены на перевооружение страны, служба в армии – выбор настоящих мужчин. Те, кто не боится трудностей и смело смотрят вперед. В сложившейся политической обстановке мы должны продемонстрировать всему миру единство русского народа в стремлении защищать отчизны. Как отметил в своем послании наш президент Владимир Путин, в России создана современная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине офицерский корпус. Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности – эти качества были присущи не только героям Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки и правнуки отдают своей жизни, выполняя воинский долг. Они становятся примером для новых поколений, примером верности данному слову, выбранному пути, присяге и воинскому долгу. Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Олег Пешков. Таких военнослужащих нет и не будет ни в одной армии мира. Будем же достойны памяти героев России. Сохраним и приумножим славу нашей армии во имя мира и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова